Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня, раз уж я подошла к этому стеллажу, где у меня ранние посевы снимала томаты, тогда сразу скажу и про перцы. Сейчас у многих перцы же сеем обычно раньше томатов, и у многих уже есть всходы, и даже большие перцы. И уже очень часто слышу вопрос, а как подкармливать перцы? Но я для начала скажу сразу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Все, что касается подкормок томатов, все это можно отнести и к перцам, и к баклажанам. Они относятся к одной и той же группе, у них одинаковый грунт, им подходят одинаковые подкормки, у них одинаковые можно использовать методики посева. Но те, кто не видел про томаты, видеоролик про подкормки, я сейчас расскажу именно про перцы. Если вы задумались вопросом подкормить перцы, то вам сначала нужно определить, нужна ли вообще подкормка. Я уже говорила про томаты, это же относится к перцам. Зачастую, если перцы выглядят хорошо, если они у вас такие, как бодрые, зеленые, ну вот, например, видите, посадка перцев, то, возможно, им не нужна никакая подкормка, и они будут сами развиваться, им всего хватает в грунте. Когда можно обойтись без подкормки? Если вы составили хороший питательный грунт, есть там перегной, я вот добавляю немножко золы, и он сразу в нем содержится все, что нужно, или купили, например, какой-то качественный, профессиональный магазинный грунт, то подкормка обычно не нужна до самой высадки в грунт, до каких-то там чисел, когда вы высаживаете. Но если, вот, например, как я сажу, сею очень рано, даже если у меня хороший грунт, то, возможно, мне понадобится подкормка. Второй фактор, который может избавить вас от необходимости делать подкормки, это, если вы при пикировке поменяете грунт еще раз на свежий и более питательный, тогда уже точно вам подкормка будет не нужна. Вот я сею семена в один грунт, взошли они, там появился один настоящий лист или два, иногда в фазе двух семидолей пикирую. И при пикировке я обязательно меняю лоток и меняю грунт, ну или этот же лоток вытряхиваю, промываю еще раз, и кладу грунт совсем другой, свежий, в котором ни разу еще ничего не росло, с новыми вот этими питательными веществами. Если у вас грунт бедный, можно добавить биогумус, можно добавить туда сразу какое-то комплексное удобрение, чтобы как более питательный был грунт. И тогда, когда вы посадите перцы, тогда, возможно, вам больше уже не нужно будет никаких удобрений. Можно делать опрыскивание раз в неделю, какое-то поддерживающее. Вот я опрыскиваю НВ-101, натуральный виталайзер 101 японская, я уже рассказывала о нем. Иногда опрыскиваю пином, опрыскиваю фитоспорином. И понимаете, главное во время вот в такие зимний период, февраль, март, когда еще мало солнца, это не подкормки, а повышение иммунитета растения. Главное, чтобы оно у вас не заболело и дожило до того периода, когда вы будете выносить на солнце. Перекармливать нельзя. Я и при томатах говорила, когда снимала сейчас, лучше не докормить, чем перекормить. Если вы все-таки решите сделать подкормку, то подкормки самые лучшие, первые, это жидкие. Или биогумус, опять тот же, с набором микроэлементов. Или, так, биогумус. Я вот подкормила всего один раз вот эти перцы и томаты. Гуми Кузнецова, тоже гуминовая. Любые гуминовые жидкие удобрения с набором микроэлементов, в которых входят три макроэлемента НПК, натрий, калий, фосфор, будет идеальным удобрением, первым для молодой рассады. Потом вы посмотрите, может быть у меня будет время, я сниму симптомы голодания, потом вы посмотрите по внешнему виду. Если внешний вид будет прекрасный, то в дальнейшем, может быть, и не нужно будет подкормку. Если у вас изменится цвет лица, цвет листа, или на светло-желтый, или на какой-то фиолетовый, или что-то с ним случится, тогда будете уже искать причину и подкармливать именно теми удобрениями, которые требуют растения. Или ему нужен будет азот, или фосфор, или еще что-то. Симптомы у них разные. По внешнему виду можно будет определить. Но еще раз говорю, если у вас вот такой хороший внешний вид, если растения зеленые, листья такие блестящие, сочные, то не надо кормить, не перекармливайте. Иначе вы получите огромные деревья у себя на подоконниках или на стеллажах. Нам сейчас главное его не разрастить, а сохранить до того времени, когда мы будем выносить на солнце. Главное, чтобы они не болели. Повышайте иммунитет, опрыскивайте различными там, ну вот противогрибковыми. Как-то сохраняйте рассаду. Кормить ее не обязательно. Если грунт хороший, ей всего хватает. Пусть она живет своей естественной жизнью. Не вмешивайтесь. Она за это будет вам благодарна, вырастет еще лучше, чем после вот этих всяких подкормок. Желательно в первое время, когда рассада маленькая, если вы даже будете подкармливать, делать дозу в два раза, дозировку в два раза меньше, чем указано на упаковках, на этих, на всяких. И вот по отзывам некоторых людей, лучше не пользоваться вот этими, как, стопростами, типа как атлет или что. Вы можете так затормозить рассаду, что даже после высадки в грунт, она у вас не будет расти, будет долго стоять. Очень осторожно применяйте эти, которые затормаживают рост зеленой массы. А то получите в результате в том в огороде коротышки, которые будут с огромной корневой системой, но с маленьким верхним стволом. Ко всему соблюдайте меру. Лучше не докормить, чем перекормить. Золотое правило подкормок. До свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Заходите ко мне в группу. Теперь я все материалы и фото буду выкладывать туда. На одноклассники никого не приглашаю. Там не разрешают активно мне рассылать никакие материалы. Так что буду постепенно с этой страницы уходить. До свидания. Желаю всем хорошей рассады, хороших урожаев. Не перекармливайте своих растишечек. Они будут очень, пусть даже маленькие, но здоровенькие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!